Значит, мы продолжаем наше занятие по актерскому мастерству. У меня здесь в студии, в моей, находятся еще ребята, студенты, которые пришли заниматься актерским мастерством. И они говорят, не хочу на видео присутствовать. Катя сказала, что ей не нравится ее тупое выражение лица, и поэтому не хочет сниматься. Я все рассказал. А смотри, а это вот то, что ты делаешь сейчас. Это же ужас, что о тебе подумают. Ну, то есть, ты в этом ужасе, по сути, и живешь. То есть, моя задача, как преподавателя, просто это сделать очень выпуклым, чтобы ты увидела вот этот нарыв. То есть, это все время, это боль. Что подумают, что подумают. И получается, что когда мы начинаем себя предъявлять, мы себя ставим вот в какое положение. У меня нет выхода, мне придется себя полюбить. Со своим тупым выражением лица, со своей некомпетентностью, со своим продуктом недостаточно отточным. То есть, это про любовь к себе. То есть, когда ты уже вопрос... Вот Катя очень гениальную вещь сказала. Она сказала, что страх – это отсутствие ответа на вопрос «Кто я?». Если мы не знаем, кто мы, то дальше начинается рационализация. Мы придумываем «Ой, я не буду проявляться, потому что вот это!» «Ой, я не буду проявляться, потому что вот это!» Но там в глубине, если мы совсем глубоко зайдем, там всегда будет «Я просто не знаю, кто я!». Потому что когда я точно знаю, кто я, все, вопросов нет. Все вопросы сняты. Вот, например, говорят люди. Вот сейчас я еще не готов. Вот сейчас я еще не готов. Вот я стану классным. Стану настоящей. Стану суперской. Начну классно разговаривать. И вот тогда, вот тогда я начну проявляться. Хочется побить меня? Может, в кадр зайдешь? Нет, не тебя. Ситуация воздух-пространство. А, пространство бьешь. С Богом споришь. Да. То есть, получается, мы говорим, мы все время, мы себя как бы застреваем в состоянии недостаточности. То есть, мы как будто говорим «Я недостаточно хорош или я недостаточно хороша. Вот стану классным, классно, и тогда да. А сейчас я так себе». И это опять не любовь к себе, и опять не знание ответа на вопрос «Кто я?». Еще вот такая тема есть, что человек говорит «Ой, я не буду это делать, это нелогично». Нелогично, люди не поймут, что ли. Вот захотелось тебе побить подушку, значит, сиди, бачи ее. Выплескивай свое. Это же ненависть. Мы скоро ее везут. Это ненависть к себе. Куда тебя увезут? Сидим. Ты скажешь «Актерское мастерство». У меня роль такая. Я играю женщину, которая ненавидит подушку. Мы пьесу пишем. Женщина, которая ненавидела подушку. Давай, фигач. Бей ее. Я отожимаю паузу. То есть вдруг я обнаружу что-то ужасное. Я не хочу проявляться, потому что камера ставит меня в… Камера – это как разговор с зеркалом, который еще увидят. То есть ты разговариваешь с зеркалом, а с той стороны зеркала еще есть люди. Я, по сути, смотрюсь в зеркало, за которым есть аудитория. Она такая «Ну-ка, ну-ка, какой ты?» Она точно тебе скажет. Ты вот такой. Она тебе скажет. И когда я не знаю ответ на вопрос «Кто я?», я боюсь этого ответа. Это как, знаешь, ты выходишь и говоришь «Ну, кто я? Кто я? Скажите мне, кто я?» И потом ты боишься, а вдруг они ответят. И мы боимся вот этого знания о себе. Вот и все. Мой друг и студент Владимир встал в такую классную позицию, я к нему подкопаться не могу. Он такой «А ну не знаю, ну неоднозначно». Так прямо в норку залез, таким бочком, вот я никак не могу его из норки вытащить. И он там «Ай, хорошо ему, как будто бы». Я жую семечку от чая. Это лишняя информация была для вас. По поводу покорять мир. Я тоже хотел покорять мир. И я заметил, что когда я хотел покорять мир, я был фальшивым. Я как будто себе ставлю фальшивую задачу. И ради этой фальшивой задачи еще сам становлюсь фальшивым. По сути, желание покорять мир – это как доказать, что у тебя гигантский вот… Вы поняли, что? Гигантский. Но ситуация еще хуже. Ситуация еще хуже. Ты видишь, как какой-то мужчина имеет гигантским женщину, которая тебе нравится. У тебя не такой гигантский. И ты стоишь и такой «А у меня не такой большой, как у него». «А почему?» И ты расстраиваешься. Вот это про покорять. И ты тогда… Мне что, притворяться надо? «Эй, иди ко мне, у меня больше, гораздо, чем у него». Но она же придет и посмотрит, не дай бог, и скажет «Ну что ты, зачем ты обманул меня?» И будет очень неприятно. Конфуз. Опять незнание, кто я. То есть я не знаю, какой я. Я боюсь этот ответ получить. То есть моя задача, как преподавателя, привести тебя к состоянию, в котором ты с удовольствием выступаешь. С удовольствием получаешь каждый раз ответ на вопрос «Кто я?». С удовольствием смотришься в это зеркало под названием «Камера». И с удовольствием представляешь этих людей. И да, они по-разному реагируют. Кто-то скажет «Да в ты фу». А кто-то скажет «Ты во». А кто-то скажет «Да у тебя огромный». А кто-то скажет «Твой у тебя там не на что смотреть». Всякое будет. Если ты готов к любым ответам, потому что знаешь, кто ты на самом деле. Все, это свобода. Моя задача – тебя привести к свободе. К свободе проявления. Это все равно, что ты понимаешь, что вот этот мужчина с гигантским, который имеет женщину, которая тебе нравится, но это не ты ее имеешь, а он. И ты такой «Блин, он не такой большой. Я хочу, как у него». Но тогда это не ты. Тогда это не ты. Ты просто хочешь, как кто-то. Но ты к этому не имеешь отношения. А задача – вернуться к себе. Иначе мы всю жизнь проживем с этим «Не так, как у него». Мы как бы все время, мы себя тогда погружаем в зависть. Мы вынуждены все время мучиться от того, что мы не такие, как тот, кому мы завидуем. Хотя у нас есть наше свое, и оно уникальное. И когда ты раскрываешь вот это свое, и у него такого нет уже. И ты говоришь «Эй, да, у него гигантский, но у меня есть кое-что другое. Огромный живот». И там ничего нет вообще практически. Хочешь такое? Разнообразие. Вот Катя улыбается. Хочешь. Катя, которая не хочет сниматься, сказала гениальную вещь сейчас. Что человек, у которого офигеть, много дано, но он это в себе не принимает, он менее интересен, чем человек, у которого нет ничего. И он такой «Да, ничего нет. Попробуй со мной. У меня вот ничего нет». И ты такой «Ух ты, это искренность». То есть, по сути, мы ценим не объект, да, не объект, мы ценим субъект и его отношение к объекту. Нам не важно, какой объект. Нам важно, какое отношение у субъекта. И если в этом отношении есть вот эта искра, зажигание, искренность, искра, зажигание, такие «Вау-вау-вау, что-то есть». И нас туда тянет. Гениально. Я транслирую гениальные мысли Кати, которая сегодня боится сниматься. Значит, она сказала, что благодарность – это когда ты перестаешь жить взаймы. То есть, когда ты делишься даже с собой. У меня есть я. Самое лучшее, что у меня есть – это я. Я делюсь с собой своими чувствами, своими мыслями, своими идеями, своими эмоциями, рожами, которые я могу скорчить. Это самое лучшее во мне, что есть. Не хотите – не смотрите, да. Но если вам классно, то я очень благодарен. И получается, что когда я начинаю с благодарности, то я перестаю жить взаймы. Я как бы говорю «Я благодарен». То есть, я благодарю. Я начинаю с подарка. Это как вы в гости приходите и сразу такие «Тортик».